Мы находимся в самом центре Воронежа. Кольцовский сквер, театр оперы и балета, здание правительства и мэрии города. И, конечно, площадь Ленина. В 2023-м со дня рождения вождя мирового пролетариата исполняется 153 года. Говорят, Ильич никогда не был в Воронеже, если не считать его памятника на главной площади. О ней мы и поговорим с краеведом Ольгой Рудевой. Ольга, ну вот мы находимся на площади Ленина, но она же не всегда называлась площадью Ленина. Что здесь было до того? Ну вообще, когда мы в центре старинного города видим площадь, как правило, это бывшая рубля. Екатерининский план 1774 года. Территория для рынка. Но только немножко другой формы. Ну и здесь, в 19 веке, располагается рынок с очень ароматным товаром. С лошадьми. Потом обустраивают Кольцовский сквер, памятник. Ставится водопроводная башня здесь, красавица. Конный рынок переносят. Ну и каких-то радикальных перемен не происходит. По-прежнему рынок, толкучий рынок, очень такой колоритный. Потом революция. И где до революции вот такие публичные мероприятия, митинги проходили, да, вот вам только Никитина. После революции, после революции город растет, событий больше. И главной площадью город становится, это вот сейчас удивительно для нас, территория парка Орлёвка, бывший Кадетский плац. Кстати, вот тут ответ, почему в детском парке у нас Никрополь, Герои, Гражданской войны. Площадь третьего интернационального. Ну и так, идет до 30-х годов. И в 30-е годы начинается какое-то вот испысление, правильное переформатирование города и решает площадь главная. Начинается строительство зданий, дом для областей Пруфа, обкун партии. И в 1937 году еще не площадь Ленина. Памятник появится совсем скоро. Площадь 20-летия октября. Вот. И в 1939 году закладывают памятник Ленину. В 1940 его торжественное открывание. Памятник был прекрасный, бронзовый, скульптор тонский, то есть перед войной, да, понимаете. И немцам он послужил. На руке вешали воронежцы. Есть фотографии. Но и мало того, что так использовали, но еще его увезли на переплод. Освободили Воронеж, город приводят в порядок. И вот тут такой трогательный момент. Город надо восстанавливать, короткие здания, да, но главная площадь должна быть в порядке. Начинается строительство нового обкума. Ставят забор, не просто забор, а забор в виде кремлевской стены, башня, похожая на Стасского башня. И ставят временный памятник Меркубову. Но он по-другому выглядел, да, немножко? Он по-другому выглядел, он дудку. Но это был, конечно, не бронзовый. Ну, а бронзовый памятник тоже по проекту Томского устанавливают и открывают уже в 1950 году. И в 1956 году переменуют под площадь Ленина. Даже когда уже памятник здесь стоял, она не была площадь Ленина. Только в 1956, спустя 15 лет. Да, да, было хорошее для тех, кто ременовало. Оно такое про революцию, круглая дата. Ну, видимо, пошло такое веяние, что все-таки главная площадь должна называться более основательной. Тем более улица Ленина у нас в стороне от центра. А про то, что вешали нацисты людей, есть что-то более подробное информация? Или вот мы знаем это только по фотографии, этот вопрос не изучали историки, краеведы? Ну, встречались мне воспоминания людей, которым вот рассказывали бабушки, дедушки, как они это видели. Ну, а так, конечно, были бы документы сохраненные, мы бы знали, когда, в какие дни, кого, да. А то все это... Казалось бы, как уже изучили вообще тему Великой Отечественной, да, еще сколько неразгаданных тайн. Но можно сказать воронежцам, что вот на этой руке никого не вешали. Это же, получается, копия, которая появилась, да? Ольга, ну вот в этом году исполняется 153 года со дня рождения Ленина. Понятно, что там коммунисты будут отмечать кто-то. Это, ну, все-таки довольно противоречивая личность. И о захоронении Ленина много говорится, и о демонтаже памятников. Как думаете, вот воронежцы готовы к тому, чтобы убрать Ленина, заменить, например, на воеводу Собурова, который основатель города? Или это уже стало, ну, то есть неотъемлемой частью города? Ой, вот знаете, Владимир, вот по поводу этого, давайте вот мы что-нибудь заставим решать поток. Сейчас убрать памятник Ленину, поставить памятник основателю города. Ну, с одной стороны, для кого-то это мысль здравая, памятника основателю у нас нет, ну, а кого-то это обидит до глубины души. И у меня самой к этому отношение амбивалентное. Памятник хороший, прям вот очень хороший. Место исторически сложилось так, что мы его знаем как главную площадь города, площадь Ленина. Вот пусть, наверное. Ольга, ну вот любим мы нашу площадь Ленина, хороша она, но как можно сделать лучше? Всегда же можно как-то лучше? Конечно, нет предела совершенства. Ну, и тут сделать лучше очень легко, надо сделать так, как было. Ведь по плану 50-х годов на площадь Ленина можно дойти с любых сторон. Смотрите, вот сколько времени мы тут находимся, людей нет, площадь пустая всегда. Главная аллея Кольцовского сквера выводит ровно на площадь. Тут переходы по Клехановской. Ну, там может быть, и они не особенно нужны, а вот из Кольцовского сквера, гуляющим туристам, которых у нас все больше, больше в городе. Ну, конечно, хотелось бы попадать. Тогда передаем привет мэрии Воронежа. Передаем привет мэрии. Есть куда стремиться.